А мы сейчас улетаем за все в иные края, Но что-то здесь оставляем нам близкое навсегда. Год 1967. Год, необыкновенный для нашего народа. Это год 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. И поэтому каждое большое событие, происходящее сегодня в стране, Позволяет говорить о пройденном пути народа-творца к народу-созидателю. Современная авиационная техника, реактивная, сверхзвуковая, Требует большого простора для демонстрации в воздухе. Этим требованием отвечает новый столичный аэропорт Домодедово. Посмотрим, что происходит в эти минуты на ближних и дальних подступах к Домодедову. Каждый, кому оказана честь участвовать в празднике, С особым чувством занимает сегодня место в своей машине. В головной машине заслуженный военный летчик СССР в гвардии полковник Медведев. В нынешнем году аэрофлот перевезет 53 миллиона пассажиров. В воздухе, межконтинентальный пассажирский корабль Ил-62. Скорость его полета 900 километров в час. Дальность свыше 9000 километров. Вспомним с чего начинал наш аэрофлот. Дальность свыше 7000 километров. В начале 1930, Сталин предоставил строительный авиум, Максим Горький. « C'était un avion prévu pour les promenades des meilleurs travailleurs, des gens méritants, comme les Stakhanov. Lors de ces sorties, le Maxime Горький était souvent accompagné pendant son vol par des avions de chasse. Il est arrivé un malheur à cet avion, et c'est une tragédie qu'on aurait pu éviter. Un jour, lors d'une promenade, les avions de chasse qui l'accompagnaient ont commencé à faire des acrobaties, et l'un des pilotes, par négligence, a touché l'aile du Maxime. Cela s'est terminé en tragédie. L'avion s'est écrasé, et tous les pilotes ont péri dans l'accident. Avant la guerre, nous avons assisté à beaucoup de grands meetings, comme celui du 18 août, qui est le jour anniversaire de l'aviation. C'était une grande fête nationale, c'était grandiose, il y avait des spectacles très impressionnants, et les meilleurs avions étaient exposés. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de sons en parachute, c'était une tradition. Avant la guerre, les parades aériennes attiraient toujours beaucoup de monde. C'est un pâtiment, où nous avons vu le meilleur samolètre. C'est une craie de l'aviation à l'aviation. Et là, перед un pâtiment, l'interview de l'opération. Dispare, Rima, vous êtes en train de faire un sport ? Oui, déjà, déjà, 6 ans. А какие рекорды вы установили за это время? За это время я установила 8 мировых рекордов. 7 групповых и 1 одиночный, 12 тысяч метров. Высотный. Внимание! Дима, какой у вас сегодня по счету прыжок? Придите первый! 30 секунд свободного падения, не раскрывая парашюта. И вдруг в небе над Домодедом вспыхнуло 50 разноцветных куполов. В небе близкое и дорогое каждому человеку имя Ленин. Ленин. Создатель советского государства, которому исполняется 50 лет. Я родился здесь, под Москвой. И в небе над Домодедом. И в небе над Домодедом. И в небе над Домодедом. Продолжение следует...